Виктория Токарева. Зачем? Рассказ. Читает Варвара Рейтер. Однажды в 90-х годах, не помню точно когда, мне позвонил Сергей Александрович Филатов и попросил принять участие в форуме интеллигенции. Форум должен был состояться в Уфе и длиться один день. Во вторник туда, вечером обратно. Гонорар не предусмотрен. Полеты гостиницы за счет принимающей стороны. Нужен мне этот полет и эта гостиница. Я боюсь летать. Это раз. Я ненавижу гостиницы с чужими случайными кроватями, и я не люблю выступать перед аудиторией. Стесняюсь. Мне кажется, люди смотрят и думают. О, вылезла. Один писатель признался мне однажды, что он боится споткнуться на сцене и упасть. А в зале подумают. Такой здоровый и выложился. Мне захотелось сказать нет. Но Сергей Александрович не громкий, значительный, благородный человек. Я не решилась сказать ему нет. Я сказала, что полечу с большим удовольствием. В назначенное время я приехала во Внуково, где состоялся сбор участников форума. Участников я увидела сразу. Они стояли в центре зала, как маленький табун старых лошадей. Холстомеры. Это были плохо одетые, глубоко пожилые люди. Однако имена их буквально сверкали в 70-е годы. Это были звезды 70-х. Чуть в стороне стоял прямой и элегантный Генрих Боровик. Смотрел перед собой. Ни с кем не общался. Самолет взлетел, как обычно. Рядом со мной оказался талантливейший Владимир Маканин. Он сидел у окошка и смотрел в иллюминатор. Через полчаса я вдруг ощутила давление на уши. Очень чувствительно, как будто кто-то надавил двумя пальцами. Мы с Володей выразительно переглянулись. Что бы это значило? Разгерметизация, предположил технически образованный Маканин. В динамике раздался треск и мужской голос. В связи с техническими неполадками самолет возвращается в аэропорт Внуково. Сурово и мужественно доложил голос. Владимир стал смотреть в иллюминатор. А мы никуда не летим, заметил он. Мы делаем круги над Ленинским проспектом. Итак, самолет разгерметизировался. Дальше лететь нельзя. Садиться с полными баками тоже нельзя. Придется крутиться в небе, чтобы израсходовать топливо. Весь форум интеллигенции напряженно замолчал. Сергей Александрович Филатов с женой сплели руки, держась друг за друга. А за что еще держаться в аварийном самолете? Член Государственной Думы, продвинутый чеченец, забыла фамилию, что-то писал в блокноте. Готовился к выступлению на форуме. Он был совершенно спокоен. Может быть, в ментальности чеченцев не принято выказывать страх перед смертью. Тем более, что это не точно. Все может окончиться благополучно. По проходу шныряли озабоченные стюардессы. Я нервничала и от этого шутила. Видимо, юмор прячет страх. Страх гримируется в смешное. Меня никто не поддерживал. Стояла полная тишина. И вдруг раздался чей-то командирский голос, обращенный к стюардессе. А почему вы не даете нам обед? Решили воспользоваться внештатной ситуацией и сэкономить на питание? Я вот сейчас достану свои документы, вы увидите, кто я такой, и поймете. Со мной ваши штучки не пройдут. Я завертела головой, пытаясь определить склочного участника. Надо же, жизнь на волоске, а он хочет жрать. И еще угрожает. Стюардессы скрылись. Через 10 минут они появились с тележкой и шустро раздали всем пластмассовые коробки с едой. Я раскрыла коробку. Там лежал нехитрый самолетный набор аэрофлота. Однако, я вдруг почувствовала зверский аппетит. Видимо, стресс провоцирует жажду жизни. Впереди меня сидел знаменитый артист. Патриот. Он жевал и шумно дышал носом. Артист был недоволен дважды. Самолет может упасть. И форум превратится в братскую могилу. Это раз. Но еще не все. В составе форума 50% евреев, 30% татар. А лежать в одной куче с иноверцами он бы не хотел. Это два. И второе важнее, чем первое. Идея дороже самой жизни. Однако эти размышления не снижали аппетит артиста. Он жевал и дышал. В самолете стояла напряженная тишина, хруст и чавканье. Форум поглощал еду и наслаждался едой, отодвигая минуты неопределенности. Самолет стал снижаться. Я старалась не смотреть в окно. Смотрела на Володю Маканина. Я помню его молодым. Он изменился в лучшую сторону. Седина ему шла. И особенно шла знаменитость. Он стал живым классиком. Большие кисти рук лежали на подлокотниках кресла. Самолет провалился в яму. Я схватилась за Володину руку. Мое сердце подплыло к горлу. Еще немножко и выскочит. Но обошлось. Слава тебе, Господи. Побежали огни посадочной полосы. Шасси ударились об асфальт. Самолет промчался и затормозил. Сели. Все восторженно зааплодировали, включая того с документом. Начали подниматься со своих мест. Я встретилась глазами с Генрихом Боровиком. Сели, сказала я. Сели, согласился он. Только где? Я не поняла. Мои глаза сделались круглые и настороженные. Когда человек внезапно погибает, природа оставляет после смерти все по-старому, чтобы душа привыкла, не сошла с ума. Природа бережет душу, разъяснил Боровик. У Генриха Аверьяновича недавно погиб сын. Видимо, все его мысли были связаны с этим событием. И тем не менее, кто знает? А может, мы действительно приземлились на том свете? Я вгляделась в иллюминатор. Ноябрь, снежок, земля. Все как было. Подогнали трап. Я осторожно спустилась, недоверчиво оглядываясь по сторонам. Форум вернулся в аэропорт. Сейчас будет устранена поломка самолета, и мы полетим в Уфу, сообщил Филатов. Все могут подняться в зал ожидания. Я больше не верила этому самолету. Если он разгерметизировался один раз, то кто даст гарантию, что это не случится опять? Самолет был скомпрометирован в моих глазах. Я на нем не полечу и за миллион, а тем более бесплатно. Я не сдавала свою сумку в багаж, и меня ничто не задерживало. Я подошла к Филатову и сказала. Я не полечу. Я уезжаю домой. Ну что вы! Огорчился Сергей Александрович. Вас так ждут. Я быстро зашагала к выходу. Меня буквально несло подальше от этого места. Я не хотела лететь с самого начала. Надо уметь слушать внутренний голос. Но я сломала себя. Полетела. И мой ангел-хранитель вернул меня с полпути. Перед тем, как выйти из помещения аэропорта, я оглянулась. Весь форум интеллигенции покорно шел вверх по лестнице, чтобы переждать ремонт самолета. Пожилые люди с трудом вздымали свои тела. Им предстояло ждать не менее трех часов. Значит, они прилетят в Уфу невыспавшиеся, помятые. А впереди напряженный день с выступлениями, с выбросом энергии. Зачем? Во имя чего? Как вопрошал итальянец Танино Гуэрра, «Перке?» Я поймала такси и поехала домой. За окошком машины бежала земля, такая привычная и прочная. Я хотела домой, как будто отсутствовало полгода, по крайней мере. Машина катила, наматывала дорогу на колеса. Домой, домой, в родные стены к родным лицам, подальше от случайности и неопределенности. Перед глазами возникли участники форума, идущие вверх по лестнице. Холстомеры. Сидели бы дома, но вдруг я поняла, зачем они летят. «Перке?» Девяностые годы зачеркнули их таланты, их личности. Сделали их жизнь напрасной и необязательной. Дескать, да, были такие. Ну и что? И они летят, чтобы прокричать свои ценности, свой смысл жизни. И ради этого они согласны не спать и устать, и даже сверзиться вниз с большой высоты. Банкетный зал. Посол Швеции заканчивал свой срок в России и устраивал прощальный прием. Я получила приглашение и решила пойти по двум причинам. Первое. Мне были приятны посол и его жена. В них просматривалась гармония, богатство и любви. Второе. Посольство расположено в ста метрах от моего дома. Перейти дорогу, и ты в чужой стране. В банкетном зале собрались журналисты, писатели, ученые, политики. Приглашают, как правило, одних и тех же. Выражаясь современным языком, своя тусовка. У западных людей тусовка чинная, немножко скучная, но все же приятная от красивых интерьеров, изысканной еды, элегантных женщин. Я заметила, что богатство имеет свою энергию. Бедность не имеет энергии. И поэтому человек в бедности быстро устает. Истощается. Я оказалась за одним столом с политиком Икс. Любой политик хочет стать президентом, так же, как солдат хочет стать генералом. А почему бы и нет? Господин Икс молод, умен, чисто любив, агрессивен. В нем все нацелено, напряжено и плещет в одну сторону, в политику. Скажите, а как вы допустили в свои ряды господина Игрик? Я называю имя человека, набравшего на последних выборах большинство голосов. Честно сказать, я тогда впервые усомнилась в своем народе, сделавшем такой выбор. А где народный ум? Где народная мудрость, о которой твердили народники и большевики? Это вы допустили Игрик, отвечает Икс. Я, вы и такие, как вы, интеллигенция. Я делаю круглые глаза. Вернее, я ничего не делаю, они сами становятся круглыми. Вы не создали нормальной оппозиции президенту, растолковывает Икс. А там, где нет нормальной оппозиции, там возникает Игрик. Я раздумываю. Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Интеллигенция действительно любила президента. Но ведь от любви беды не ждешь, как пела Куджава. И все-таки Игрика не должно быть, говорю я. Его надо перевести на другую работу. На какую? В зависимости от того, что он умеет делать. Предположим, он уйдет. Но что изменится? Ведь дело не в нем. Представьте себе, что у вас потекла на кухне вода. Набралась полная мойка. А потом вода пошла через край. На пол. Понятно? Понятно. Так вот, убрать Игрик – это все равно, что вытирать воду на полу. А вода все равно прибывает. Значит, что надо делать? Завернуть кран, говорю я. Правильно, соглашается Икс. Надо завернуть кран. А что есть кран? Спросила я. В это время к Икс подошел единомышленник. Что-то сказал на ухо. Они отошли. Мне показалось, они пошли сколачивать оппозицию президенту. Но ведь оппозиция есть, они орут в телевизоре. И, пользуясь выражением Юрия Корякина, у них такие рожи. У них на рожах все написано. Чем такая оппозиция, лучше никакой. Напротив меня сидит известный писатель. Ест. Его тарелка, вернее, содержимое тарелки, напоминает миниатюрный сток сена. Одно навалено на другое. И много. Рядом сидит посол иностранной державы. На его тарелке изящный натюрморт. Веточка петрушки, звездочка морковки. В середине листик мяса. Может, рыба. Но это отдельная тема. Послушай, спросила я у писателя. Что есть кран? Какой кран? Я пересказала разговор с Икс. Писатель выслушал. А зачем это тебе? Спросил он. Пишешь и пиши. Писатель должен писать независимо от времени, от географии и всей этой ерунды. Это не ерунда, сказала я. Это наша жизнь. Нельзя долго болеть. Надо или умирать, или выздоравливать. Ты о чем? Не поняла я. Обо всем этом. Об Икс, Игрек и Зет. Пусть делают, что хотят. Надоело. Писатель посмотрел на меня глазами свежемороженой рыбы. Они не выражали ничего. Я поднялась и вышла в сад. Из сада был виден мой дом. Но мой дом находился в России, а здесь я была за границей, в Швеции. Это ощущалось во всем, даже в зеленой травке под ногами. Она росла не кое-как. Она была густо посеяна, потом подстрижена и напоминала зеленый ковер. Ко мне приблизился журналист с бокалом. Он работает по совместительству с ветским львом. Куда бы я ни пришла, везде он, с бокалом и шейным платком вместо галстука. Хочешь, я сознаюсь тебе в одной тайне. Я ждала. Ненавижу журналистов и жидов, открыл он свою тайну. Но, по-моему, ты и первое, и второе, удивилась я. Ничего подобного. Я крещеный. А что это меняет? Национальность — это язык, культура и воспитание. Мой язык и моя культура русские, значит, я русский человек. А химический состав крови у всех одинаковый. Он был возбужден. От него пахло третьим днем запоя. Я подумала. Иудейский вседержитель строг до аскетизма. Ничего лишнего не позволяет. А православие разрешает грешить и каяться. Журналист активно грешит и кается в своих статьях. Он пишет о себе. «Я плохой, очень плохой, отвратительный». Но за этим просматривается. «Я хороший, я очень хороший, я просто замечательный». Я приготовилась спросить у него, что есть кран, и даже начала пересказывать свою беседу с Икс. Но в это время в конце зала появилась официантка с подносом. На подносе, играя всеми цветами, стояли напитки. Золотистая виски, рубиновая куантру, чистая голубоватая водка. Журналист устремил свой взгляд на все это великолепие и пошел по направлению взгляда. Остальные темы его волновали много меньше. Подошел известный скульптор. Он был высокий, что немаловажно. Так приятно разговаривать с мужчиной, глядя снизу вверх. Так надоело разговаривать на равных. Я антифеминистка. Скульптор стал рассказывать, что собирается создать памятник крупному полководцу. «А какой он был?» – спросила я. «А вы не знаете?» «Знаю, но мне интересно ваше видение». «Русский мужик». «А еще?» – спросила я. «А что может быть еще?» – удивился скульптор. «Понятно», – сказала я. «Что вам понятно?» Скульптор напрягся, как зонтик. Подошла официантка, предложила спиртное. Я выпила кампари, после чего мир стал прекрасен и располагал к откровенности. «Что вам понятно?» – переспросил скульптор. «То, что вы трехнуты на русской идее». «Трехнуты?» – значит, сдвинуты и ушиблены одновременно. «А вы на чем трехнуты?» – настороженно поинтересовался скульптор. «На качестве труда», – сказала я и простодушно поглядела на скульптора снизу вверх. Он был хоть и трехнутый, но красивый. Скульптор почему-то обиделся и отошел. Прием подходил к концу. Гости прощались с послом и его женой. Она выслушивала теплые слова и широко улыбалась. А посол не улыбался широко. Чуть-чуть. У него характер такой. Народу было много, человек сто. И каждому досталось от ее широкой улыбки и от его. Чуть-чуть. Я подошла к режиссеру. «Ты на машине?» – спросил он. «Нет, я рядом живу». Мы вышли из посольства. Перед домом на площадке стояли длинные черные машины. По громкоговорителю объявляли. «Послу Голландии – машину!» И одна из длинных машин, как корабль, плавно причаливала к самому подъезду. «А ты пешком идешь», – сказала я режиссеру. Я знала режиссера давно. Он руководил студенческим театром. Был худой и влюбчивый. Теперь у него свой театр. Он не худой и влюбчивый. Что-то изменилось, что-то осталось по-прежнему. Он по-прежнему много и хорошо работает. У него по-прежнему нет денег. Только слава. «Это верно», – подтвердил режиссер. «Пешком иду». «А ты бы хотел машину с шофером?» Я имела в виду положение, дающее машину с шофером и громкоговорителем. «А зачем?» – искренне удивился режиссер. «Пройтись пешком, на ходу придумать сцену, потом поставить. Разве это не самое интересное?» Что есть кран?» У каждого свой. У режиссера театр, у господина Х – власть. У журналиста водка, у скульптора, у писателя, у писателя никакой идеи. Его накрыло одеялом равнодушие. А дальше приходит вечность и перекрывает главный кран. «Мы прощаемся. Я иду к дому. Перед домом разрыли траншею. Оттуда идет пар. Чинят трубу с горячей водой. Хорошо бы зарыли обратно. Это было год назад. Траншею зарыли. По ней много воды утекло. Сейчас другая жизнь. Другие проблемы. И посол другой. Я его не знаю». Уж как пал туман. «Челку поправь», – приказала Ирка. «Как?» – виновата поинтересовалась Наташа. «Как, как, господи!» – расстроилась Ирка. Вытерла руки о фарточек и задвигалась вокруг Наташи. Двигалась она легко. Прикосновения у нее были легкие и пахло от нее французскими духами. Ирка обладала тем типом внешности, о котором говорят. Ничего особенного, но что-то есть. У Ирки было все. Она работала в Москонцерте. В нее были влюблены все чтецы и певцы. Ездила за границу, то за одну, то за другую. Собиралась замуж. У нее были на готове три или четыре жениха. Наташа обладала тем типом внешности, о котором говорят. «Вроде все хорошо, но чего-то не хватает». То, что все хорошо, считала Наташина мама и еще несколько доброжелательных людей. Остальная часть человечества придерживалась мнения, что чего-то не хватает. Со временем доброжелательные люди примкнули к остальной части человечества. Верной осталась только мама. Она говорила, «У тебя, Наташа, замечательные волосы. К тебе просто надо привыкнуть». «Сиди прямо», — приказала Ирка. Она вышла из кухни, потом вернулась с французскими духами. Ирка не жалела для Наташи ни духов, ни одного из своих женихов, но это никогда ничем не кончалось. Певцы пели песни советских композиторов, чтецы читали «Жизнь моя, иль ты приснилась мне». Фокусники показывали фокусы со спичками. Не веря больше в эстрадный жанр, Ирка раздобыла где-то настоящего мужчину, который плавал в Бапальмандепском проливе и ходил с ружьем на медведя. «Сейчас я тебе пофурыкаю», — предупредила Ирка. «Не надо». «Понимала бы». Ирка заскакала вокруг Наташи, опрыскивая ее из пульверизатора. «Не надо. Наташе жаль было духов. Все равно ничего не получится». «Неизвестно», — возразила Ирка. «Он строил ГЭС, не помню какую, в труднейших условиях. Строитель лучшей жизни. Про таких Пахмутова песни пишет, а он к нам живой придет». «Может, не придет?» — с надеждой спросила Наташа. В это время позвонили в дверь. Наташа вздрогнула и посмотрела на Ирку. Ирка на Наташу. Выражение лиц у обеих на мгновение стало бессмысленным. Потом Ирка метнулась в прихожую, и оттуда послышались голоса. Наташа сидела на низкой табуретке посреди кухни и не знала, что ей делать. Она окончила консерваторию, умела петь с листа и писать с голоса. Могла услышать любой, самый низкий звук в любом аккорде. А здесь, на Иркиной кухне, она чувствовала, что это никому не надо, и она не в состоянии поменять все то, что она может, на то, чего не может. Наконец, отворилась дверь, и вошел настоящий мужчина, строитель лучшей жизни. Наташа успела заметить, что рубашка у него белая и не крахмальная, лежит мягко. Волосы русые, растут просто, а лицо неподвижно, будто замерзло, и на нем замерзло обиженное выражение. «Знакомьтесь», — сказала Ирка. «Толя», — строитель протянул руку. «Наташа». Она пожала его жесткие пальцы и посмотрела на Ирку. «Садитесь», — непринужденно руководила Ирка. Толя сел и прочно замолчал. Иногда он поднимал глаза на стену, а со стены переводил на потолок. «Скажите», — начала Ирка, — «вы действительно плавали в Бапль-Мандепском проливе?» «Ну, плавал», — не сразу ответил Толя. «А как, как, как?» — обрадовалась Ирка. Толя очень долго молчал, потом сказал. «В скафандре». «А зачем?» — тихо удивилась Наташа. «А надо было», — недовольно сказал Толя. «И на медведя ходили?» Ирка не давала беседе обмелеть. «Ну, ходил». «А как вы ходили?» Ирке надо было подтвердить, что в ее доме настоящий мужчина. «С ружьем», — сказал Толя. «Страшно было», — тихо поинтересовалась Наташа. «Не помню. Я давно ходил». Ирка тем временем подала кофе. «Я коньяк принес», — сказал строитель. «На лестнице поставил». «Почему на лестнице?» Ирка подняла брови. «Не знаю», — сказал строитель, и Наташа поняла, что он постеснялся. Ирка вышла на лестничную площадку и увидела возле своей двери бутылку. «Могли стащить», — объяснила она, вернувшись. «Ага», — беспечно сказал строитель. «А вы есть хотите?» — тихо спросила Наташа. «Ужас», — сказал Толя, и всем стало весело. Когда половина бутылки была выпита, Толя первый раз посмотрел на Наташу и сказал. «Вчера попал в одну компанию, там такая девчонка была, и парень с ней в кожаных штанах. Вам бы он не понравился». «Почему?» — спросила Наташа. «Потому что вы серьезная». «Как раз понравился бы», — подумала Наташа, но ничего не сказала. «Ну-ну», — Ирка обрадовалась, что Толя заговорил. «Он пижонить начал, — говорит, — в каждом человеке девяносто процентов этого. Ну, сами понимаете». «Чего?» — не поняла Ирка. «Дерьма. А я ему говорю, ты не распространяй свое содержание на других». Толя замолчал. Наташа поняла, что он обижен и переживает. «Не обращайте внимания», — сказала она. «Да вообще-то, конечно», — согласился Толя. «Вы где живете?» «Нигде». «Как это нигде?» «Очень просто. Плаваю, и все. А дом-то у вас есть?» «Был, а теперь нет. Давайте выпьем». Все подняли рюмки. Жена сказала, надоел ты мне. Я и ушел. «Жалко было?» — спросила Ирка. «Чего?» «Жену». «Жалко». Толя прищурился. «Да слез жалко. Однажды ночью просыпаюсь и плачу. Слезы текут. Ничего поделать не могу. Думаю, господи, да я ли это?» Все замолчали, думая о своей жизни. И только Ирка не умела думать о себе. «Неужели никак нельзя было?» Она посмотрела на Толю. «Наверное, нельзя. Я без жены еще как-то проживу, а без своей работы нет». «Понятно», — сказала Наташа. «Ей это было понятно». Ирка включила приемник. Заиграл симфонический оркестр. У Толи глаза были голубые, а волосы русые. За его спиной висела занавеска, а за занавеской лежал город далеко, во все стороны. А после города кончались дороги. И начинались поля и деревни, а потом другие города. Наташа вдруг кожей ощутила это все — расстояние и бесконечность. «Так-то ничего бы», — сказал Толя. «Плохо только писем нет. Когда на корабль письма приходят, как будто веревка от земли протягивается. Не утонешь — нифига с тобой не сделается. А когда писем нет...» «Хотите, я вам напишу», — предложила Наташа. Толя промолчал. Ему не нужны были Наташины письма. Вот если бы написала жена или, в крайнем случае, девочка, приятельница парня в кожаных штанах. Толя многое умел. Ходить на медведя, опуститься на дно в скафандре. Он умел интересно жить, но не умел интересно рассказать об этом. И не в силах был поменять то, что он может, на то, чего не может. «Ничего», — сказала Ирка. «Все будет хорошо. Ей хотелось, чтобы у всех было все хорошо». Соседская девочка собиралась в детский сад. Она вытаскивала на середину комнаты все свои игрушки и разговаривала с ними. Слов было не разобрать, но звук голоса и интонации доносились четко. Дом был блочный, слышимость хорошая. Наташа лежала с открытыми глазами, слушала девочку и думала о себе. О том, как три года назад Игорь сделал предложение, она согласилась в ту же секунду, потому что Игорь был не халтурщик. Они бы много переделали в жизни хороших дел. А на другой день он позвонил, извинился и сказал, что передумал. «Не сердишься?» — спросил он. «Да ну что ты», — сказала Наташа. «Конечно нет», — говорят, «война». А бывает, что и в нормальной жизни среди гостей и веселья все может кончиться одним телефонным звонком. «Сними!» — кричала сверху девочка. Ей что-то надевали, а она протестовала. В комнату из кухни вошла Наташина мама. Она работала медсестрой в больнице, любила тяжело больных и презирала тех, кто болел несерьезно. Она любила людей, которым была необходима. Мать послушала, как кричит сверху девочка и сказала, «Господи, всю нервную систему ребенку расшатали!» Если бы у нее была своя внучка, она ни за что не шатала бы ее систему, а жила только ее интересами. «Мам», — сказала Наташа, — «хочешь, я ребенка рожу». «От кого?» «От меня». «Идиотка», — сказала мать. «Ну что ты ругаешься? Я же только спрашиваю». Зазвонил будильник, отпирая новый день. Училище размещалось в старом особняке. Раньше в этом особняке жил обедневший дворянин. Комнаты были тесные, лестница косая. Наташа любила эти комнаты и лестницу. Коричневую дверь с тугой и ржавой пружиной. Тесноту и пестроту звуков. В самой большой комнате, которую дворянин прежде называл залой, а теперь все звали залом, занимался хор. Здесь все как обычно. Та же декорация, сорок стульев, рояль. Те же персонажи, сорок студентов, концертмейстер Петя. Концертмейстер — профессия невидная. Например, по радио объявляют. Исполняют Лемешев, аккомпанируют Берта Козель. Лемешева знают все. А Берту Козель не знают никто, хотя объявляют их вместе. В консерватории Петя учился тремя курсами старше. Его звали членистоногий. Было впечатление, что у Пети на каждой руке по два локтя и на каждой ноге по два колена, и что он весь может сложиться, как складной метр. Сразу после звонка отворяется дверь, и появляется следующее действующее лицо — декан Клавдия Ивановна. За глаза — та штучка. Она окончила университет, к музыке никакого отношения не имеет, не может отличить басового ключа от скрипичного. Осуществляет общее руководство. Принцип ее руководства состоит в том, что раз или два раза в год она выгоняет какого-нибудь отстающего и неуспевающего. Раз или два раза в год под косой лестницей бьется обалдевшая от рыданий жертва, а вокруг тесным кольцом в скорбном и напряженном молчании стоят друзья-однокурсники, и каждый предчувствует на этом месте себя. Сейчас та штучка вошла и села возле дверей на свободный стул. Студенты и студентки выпрямили позвоночники, как солдаты на смотру. Наташа не обернулась. Пусть декан беспокоится, и царственно откидывает голову и изобретает принципы. А она — дирижер. Ей нужны только руки, чтобы было чем махать, и хор, чтобы было кому махать. И хорошая песня. Больше ничего. А посторонние в зале не мешают. К посторонним, равно как и к публике, дирижер стоит спиной. «Эх, уж как пал туман», — сказала Наташа, и движением руки подняла хор. Она внимательно смотрит на первые сопрано, потом на вторые. Идет от одного лица к другому. Это называется собрать внимание. Но Наташа ничего внимания не собирает. Слушается средоточенно. Ждет, когда задрожит в груди поющая точка. Потом эта точка вспыхивает и заливает все, что есть за ребрами — сердце и легкие. И когда сердце сокращается, то вместе с кровью посылает по телу вдохновение. Наташа до самых кончиков пальцев наполняется им и становится безразличным все, что не имеет отношения к песне. Наташа качнула в воздухе кистью, давая дыхание. Петя поставил первый аккорд. Сопрано послушали и вдохнули. Широко и светло запели. «Эх, уж как пал туман, на поле чистое». Она потянула звук, выкинув вперед руку, будто держа что-то тяжелое в развернутой ладони. Потом обернулась кальтом. Да позакрыл туман дороги дальние. Влились альты. Они влились точно и роскошно. Именно так они должны были вступить. Наташа каждой клеточкой чувствовала многоголосие. Ничего не надо было поправлять. Она опустила руки, не вмешиваясь, не управляя, давая возможность послушать самих себя. Все пели и смотрели на Наташу. Лицо ее было приподнято и прекрасно, и это выражение ложилось на лица всех, кто пел. «Эх, я куда-куда пойду, где дорожку я широкую найду, где...» В следующую фразу должны вступить басы и вступить на фа. Это фа было в другой тональности и шло неподготовленным. Если басы не попадут, песня поломается. Наташа оглядывается на Петю, на мгновение видит и как-то очень остро запоминает его резкое, стремительное выражение лица и сильные глаза. Петя чуть громче, чем надо, дает октаву в басах, чтобы басы послушали фа и почувствовали его в себе. Наташа сбросила звук. Хор замер и перестал дышать. Она делала все, что хотела, и хор выполнял все, что она приказывала. Могли бы задохнуться и умереть. Она держала 40 разных людей на кончиках вздрагивающих пальцев, и в этот момент становилась понятна ее власть над людьми. В последнюю четверть секунды качнула локтями, давая дыхание, и все вздохнули полной грудью. Басы точно встали на фа, отдали его в общий аккорд, самый низкий, самый неслышный, но самый определяющий тон. Где дорожку найду? В конце все собираются в унисон, подтягивают, выравнивают последний звук до тех пор, пока не создается впечатление, будто он рожден одним только человеком. Наташа подняла два пальца, как для благословения, и слушает. И впечатление будто забыла, зачем стоит. Потом медленным жестом подвигает палец губам. Звук тает, тает, сейчас совсем рассеется, сядет на потолок и на подоконник. Но Наташины пальцы ждут, и губы ждут, и глаза. Попробую ослушаться. И все подаются вперед, и держат, держат звук до тех пор, пока это не становится невозможным. Тогда Наташа едва заметным движением зачеркивает что-то в воздухе и опускает руку. Песня кончилась. Проходит некоторое время, прежде, чем всем становится это ясно. Урок окончился, и все разошлись. Петя засовывал в портфель ноты. Ноты не умещались. Наташа подошла к окну и распахнула его настиж. На улице снег поблескивал, как нафталин. Он лежал на крышах, совсем белый, и был по тону светлее, чем небо. Хорошо было стоять и немножко мерзнуть, и возвращаться откуда-то издалека, смотреть на снег, черные на белом фигурке людей, ощущать бесконечность. Далеко-далеко висит звезда, а под ней висит земля. А на земле бывший особняк обедневшего дворянина. А на втором этаже, в трех метрах над людьми, стоит Наташа. Песня получилась, значит, полгода прошли недаром, и сегодняшний день не пропал. А впереди следующая песня, которая будет лучше этой, а за ней другая, и это ее. Здесь она ни от кого не зависит, никто не может ни вмешаться, ни помешать. Проживу, подумала Наташа. Ничего, проживу. По улице быстро прошли два подростка. Они шли одинаково, сунув руки в карманы. А Петя за спиной все никак не мог уложить ноты, наступал на портфель коленкой. Наташа подошла, отобрала портфель и разложила. Партитуры вдоль, а сборники поперек. Потом легко закрыла портфель и протянула Пете. Петя озадаченно посмотрел на портфель, потом на Наташу. Он смотрел долго и вдруг удивился. «Слушай, а у тебя потрясающие волосы, ты это знаешь?» «Конечно», сказала Наташа. «Ко мне просто надо привыкнуть». Продолжение следует...» Продолжение следует...